Привет, друг! С тобой Эван. Продолжаем играть на сервере CCD Play на сервере GTA V, всё как всегда. И сегодня, как вы поняли по названию и по превью ролика, сегодня вместе с вами займёмся перекупством. А именно перекупством элитных автомобилей. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. А перед началом ролика хотел сказать, что я там эксперимент один провожу по ютубу. Как бы создал ещё один каналчик по CSGO и PUBG с маленькими-маленькими вырезками из каток. Так что, если тебе не сложно, можешь подписаться. Вроде интересно. Спасибо. Буквально я где-то, ну, недели две, ну, две с половиной, ну, три максимума начал этим заниматься. Промышлял только двумя автомобилями. Ну, ладно, можно сказать, тремя. Это Huracan, McLaren и один раз купил Ferrari. Как это всё будет, вы сейчас посмотрите в вырезках. И сколько мы заработали, сколько тачек я успел перепродать. Ну, уже узнаете в конце. А я желаю тебе приятного просмотра. Ставка 15490 за McLaren GT на старом чипе. 24000 пробега. Конечно, номер херовый. Но посмотрим, какой он старый и насколько это правда. Если это старый, реально я за 15400 урвал эту тачку, то это просто... Это... Это везение. Ну, что, пацаны, есть на нём тюнинг. Он без переднего бампера просто только что мерил. И он применился, забагался. Поставили чип, он едет 1.0 до сотки, 1.1-1.1200. Ну, что, пацаны, подняли бабла? Подняли бабла. 15950 продали. Просто пока, просто пока. Так, пацаны, второй лот на перепродажу это Хуракан. Конечно, его бы оставить. Если честно, офигенная тачка. В принципе, за 24 ляма. Балдёж. 29000 пробега. Чипи ещё старый прикол. Ха-ха-ха. Ебать. 3, 2, 3, 7. Так, пацаны, едем забирать второй Хуракан. Покупать. Вот так, приезжаем. Беспалево. Убираем 1 Хуракан. Теперь у меня будет 2 Гелика и 2 Хуракана. Каждому Хуракану по 1 Гелику в охрану. Погнали, короче. 24 ляма. Ну, в принципе, 1500 на нём наварить можно. Не прямо уж так прикол, но попытаться наварить можно. Деньги 24. Раз, два, три. Раз, два, три. Я надеюсь, там комиссия есть на CCD? Вроде нет даже. Удачи. Короче, пацаны, берём кредит Талибаса на Феррари. Сколько у тебя? А, 9 лямов я беру, да? Ну да, 9. Давай 9, 8, да. 9 лямов на Феррари Pisto. А может, просто сейчас его на 9 лямов за скаму. Я за скаму нахуй. Всё. Так, 9 лямов есть на руках. Теперь погнали в аукцион. А, нормальная заправка. Заправка, знаешь, в Украине есть заправка с Акар. Да. Тупо такой же значок. Хочу Феррари. Всё, хочу Феррари. Тем более, там 2 продаётся только. Выкупить. Вот. Подтверждаю. Всё, сейчас Андрюха спросит. Ну, давай за 23 ладо. А у меня Феррари. Поехали, сядем в нашу Феррари. Бля, офигенная красная Феррари. Если бы она ещё была бы, как на смотри, с кабриолет. Бля, она очень красивая. Чего-чего? Только купил? Да, да, да. А мне интересует? На хури, типа? Да. Ну шо. А ДП сколько? Давай сам скажу. Интересно. Можем ща Феррари на хури и 2 ляма ДП, нормально? Феррари. Мы взяли за 22. С какой самому ДП? С его. С его? Да. 2 кк ДП. Может 2 кк ДП? Доплата этой. Окей. Погнали. Давай. Он хури положил, он ДП не ставит пока что. А вот. Чё с такой, блядь? Мне хури нет. А, он думал, что ты ему 2 кк ДП даёшь. А чё от меня? Хури дороже Феррари по рынку. Чё упоротый? Хотя, понял. Может обменяться. Реально, я сейчас выходит куплю хури за 22. А могу продать за 25. Я поменяюсь. Ладно, похуй. Оп. Подожди, стоп. Всё, поменял. Просто тачку на тачку? Просто тачку на тачку. Пацаны, если вы зайдёте на ССИД Планет, то видите, 3 хуракана по 24 500. Не удивляйтесь, эти все 3 хуракана мощней. Короче, пацаны, я думал, хурик это окуп, это заебись. Потому что они были такие дни, что их вообще не было на аукционе. Но сейчас их капец как много на аукционе. И из 3 хураканов я успел только продать один, который на полустаром чипе за 25 лямов выкупа. Остальные висят по 25, но там уже висят и по 24 500. То ХЗ купят их или нет? Вряд ли. 74 миллиона на руках. И это означает то, что мои хураканы выкупили. К сожалению, не по той цене, которую я хотел. А выкупили их за 24 500 и 24 500. Так, пацаны, прямо сейчас мы едем покупать Макларен с Сашей Тейлора, серьезно? А, это ты, который не продавал? Сейчас будем покупать за 15 300, вроде понизу рынка. Так как Макларены сейчас вообще в цене их тупо нет. Они тупо не продаются. И цена их 16. Короче, поднялась цена. Благодарю, удачи. Вроде мой Макларен ушел за 16 лямов. Изи бабки просто. Ввязываемся в хураканы, но пофиг за 24, я думаю, норм. Поэтому погнали. Багал тут в хуракан, но он у меня без номеров. И когда я заезжаю в Винил Студио, пишут, что нельзя заехать в покрасочную. Окей, давай переспауним. Вот он появился уже с номерками. И теперь что? Теперь смогу на нем заехать? Серьезно, это номера для всех были недоступные? А нет, теперь они есть. О, теперь заехал. Я не знаю, пацаны, для чего я это делаю. Но второй хуракан за 24. Ладно, покупаем. Сейчас выставим оба хуракана за 24-30. В принципе, 300 тысяч это не так уж и много. И на двух хураканах 600к. Ну, блин, конечно, плохо. Потому что раньше можно было по 500 делать на каждом. Ну, и так пойдет. Давайте хотел по 350. Пацан, только что зашел на CCD. И мой второй хуракан тоже улетел как бы за 24-400. То есть на ровном месте мы подняли 800к. Изи. Так, ребята, мне здесь написали, что на БУ стоит два хуракана по 24. А потом один за 20 с хером. За 25 вроде. И один за очень много. Три хуракана. Этот за дорого. Этот за 23-800. Выкупить. Ай, все, бля. Короче, пацаны, добазарился за хуракан за 23-9. А какие номера? А, ого. У меня этого еще не было. Бля, я просто батя хураканов. Можете меня называть батя хураканов. 23-900, перфоманты. Все, улетел. От души. Я не знаю, какой это у меня хуракан. Кто посчитает в комментарии, напишите. Ой, улетает на продажу. Самый жесткий момент, когда заходишь на сервер, нажимаешь начать. Место выхода и смотришь сразу на банк. Продался твой хуракан или нет? Да, едва. Моих хуракана улетела. Молодежь, молодежь. Так, пацаны, что-то рынок на хураканы подупал. Ой, по 24 их уже даже здесь сливают. 24-200, 24, 24, 23-900 даже. Ну, давайте выкупим Мама 013 за 24 ляма. В принципе, номер достаточно хороший. И люди выберут, я думаю, мой хуракан именно с номером, чем хуракан у кого-то без номера. После обнуления вот этих заданий, после того, как они вообще стали стоить вообще херню, 160 тысяч, 4 тысячи опыта, у меня пропало всякое желание здесь играть. И да, мой хуракан выкупили за 24-500, в этом я и не сомневался, в принципе. Ебать, а шо по ценам? Виктор Цоя, это же вроде перекуп, и он ставит 23-600 за хурик. У меня есть 22 минуты до кончания аукциона. Можем как бы и поставить 23-500 вставочку. Почему бы и нет? А вот этот выкупим. 23-600, 23-500, вы шо гоните, ребята? Макларены по 15, блядь, чё за день такой, а? Охуеть, охуеть. Блядь, а у меня 30-ка ещё есть. Блядь, 25 на один МАК только хватит. Сука. Макларены продавали по 15-500, по 15-500, и их никто не покупал? Ебать, а чё с рынком? Я не заходил всего лишь 2 или 3 дня. Охереть, охереть. Ладно, пацаны, я выкупил один Макларен. Ну что, пацаны, хуракан мы выкупили за 23-500, идеально. По идее, на рынку сейчас осталось только один за 24-500, поэтому буду сейчас выставлять за 23-300, и будет нормально. А, даже так уже. Даже уже так. Даже уже так, блядь. Если не ошибаюсь, это тут Саша Джонсон, который был у меня на стриме. Вот, сейчас, вот, сейчас вылетела вставочка. Это, походу, он. Либо он меня просто хочет сейчас задамить. Два варианта. Так, ЕКХ. ААА, они везде меня преследуют, понимаю. И что же здесь может быть? Колёса так вывернуты, кстати, остались. Прикольно. Это тачка какая-то. Если дом или бизнес, это будет ещё лучше. Это тачка. Это... А, это лям. Это лям. А мне как раз не хватает ляма там до некоторой штуки. Спасибо. Спасибо. Ну что, пацаны, не прошло буквально и 20 минут, как мой Макларен уже выкупили. За 15800 сразу Ченазус. Просто на бочку упало. И жалко других Макларенов. Ах, нет. А такие сочные цены были. Остался всего лишь один Макларен, понимаю. А Хураканов... Хураканов есть много. Но я покупаю именно этот за 23500. Всё. И теперь рынок будет, как бы, работать по моим правилам. По 24300. Поэтому выставляем третий Хуракан за 24300. Ой. Счастливый перекуп выглядит примерно так. Раз, два, три. Ни одна ставка, хоть это и самая низкая цена. Ни одной ставки, ни одного выкупа за весь день. Пиздец. Короче, пацаны, двинуться я не могу. Потому что я нажимаю на любую клавишу на клавиатуре. И мне просто сворачивается игра. Макларен мы продали за 16 лямов. Два Хуракана так и никто не купил. Появилось очень много конкурентов. Эта тачка стала капец какая неликвидная теперь. И я выставил сегодня ещё на один день за 24250. Если так пойдёт дальше, выставим за 24. Чтобы чисто забрали. И больше Хураканами я заниматься не хочу. Что, пацаны, зашёл и ночью. И 81500, и наша продажа удалась. И все мои Хураканы, слава богу, выкупили. Не хочу я больше их покупать, потому что это капец. Ну что, в принципе, вот такой вот перекуп ничего сложного. Просто едешь, покупаешь тачку с аукциона, либо с рук. Выставляешь там, наверное, количество времени. Идёшь спать, утром просыпаешься, заходишь и понимаешь, что твою тачку купили. Ведь ночью редко кто продаёт тачки. Они всегда слетают ночью. И люди берут немножечко дороже. Значит что, давайте подведём итог. Значит, сколько у меня было Хураканов. У меня было 10 Хураканов, 3 Макларена и 1 Феррари. Но по факту Феррари это был ещё один Хуракан, ну вы поняли. И всего за эти все тачки, за эти все махинации, я зарабатывал как минимум 400 тысяч на тачке. А то 500-700 лям на тачке. Неплохо. И всего-всего, полностью денег, я заработал 9 миллионов в 60 тысяч. Просто можно сказать, нифига не делая. И рискуя. Ну, хотя рискуя не особо чем, но... Сейчас я не знаю, стоит ли этим заниматься, особенно в области Хураканов, потому что рынок что-то подупал. А в области Макларена всё, как всегда, ниже 15500 можно свободно брать и выставлять за 16. И у тебя его купят. Очень быстро причём. А я надеюсь, тебе этот ролик понравился. Напиши в комментариях, занимался ли ты перекупством. Как тебе этот такой способ. То есть, знаешь, здесь перекуп, либо кому я тачку продал, либо кто у меня тачку покупал. Будет очень интересно почитать. Нажми на лайкос, помоги продовернуть этот ролик в топ. Не забывай про подписку. Наша цель 10 тысяч подписчиков к Новому году. Я не знаю, как это я должен выполнить, но как-то должен. Колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Иван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны. И всем пока.